приветствую всех любителей хвостатых рыцарей не только этот элсу файрон мы продолжаем мы до сих пор находимся в нашем разрушенном королевстве или это город рекородисты из города там ушли мы сейчас в деревне длиннохвостья и нам если я не ошибаюсь надо найти брата но я хотел сначала сбегать сюда посмотреть что у нас здесь интересного почитала комментарии ребятки спасибо за комментарии спасибо за общую активность под видео и мне все пишут что блин номер сряд выбрал сложность она тут особо хардкора не добавляет она только повышает типы у противников но это предположение такое и я думаю сделаем так сегодняшнюю серию посмотрим если действительно будет слишком душно я ее пониже потому что если действительно все дело только в в хипах тут на самом деле если уж откровенно говорить противники очень толстые я не знаю это от сложности или нет потому что на предыдущие не проверял на прошлой серии вы видели как мы долго душем даже самых обычных жаб и это такое себе тут спорить я даже не буду с вами что это не очень ладно давайте посмотрим а там будет видно окна мельницы мельница там я понял но я и на мельницу хотел сходить я хотел сходить наверх я попасть не могу да а вообще хрен знает как наверх попасть репортов в игре нет как я понимаю поэтому придется бегать ножками вот тут можно вниз спуститься куда-то наверное если дверь открыта мухи какие-то летают а у меня копье у меня не меч а воздухе я не могу а воздухе атаковать писать не могу проблема а понятно понятно у меня тут путь закрыть туда это до моста становишься путь или чтобы я комар перенес не комар меня не перенесет комар слишком мелкий окей ладно тогда все вопросов нет идем дальше я думал мне можно будет или тут есть телепортация но тут как телепортация тут между локациями здоровыми а вот так тут нету да ладно я думал можно будет там пройти но путь пока перекрыт вот здесь да нам нужен мост которого нет то есть у нас вариант только идти вперед ну ладно надо управление немножко вспомнить так щит тут есть двойной прыжок и удар она l1 и банку да точнее наверх нет на l1 правильно на левый лб короче ладно пойдем тогда дальше посмотрим папа ухю мою здорово это них двое ой 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 что так больно то погодят красные атаки мне что надо делать я не понимаю пока мне надо тебе просто убегать сейчас будем разбираться как не задолжить красную атаку просто надо ходить и она меня убивает почти ваншотит такое это будет душно господа это были душно надо вроде почти тысячи уйти но люди почти не могу делать атаке это забей просто я не знаю чем я тут он спамят ей просто бесконечно и как не то полировать или я не знаю что мы с этим делать двойной прыжок и не помогает у него flash очень здоровый ладно окей и тут кстати дело сейчас не сложности то есть не ну наверно сложности дамаг у них тоже наверно повышается сложности дело не в том что их забить не могу а то что они мне убивают до куда и и и это борода какая-то бля там за мной просто прыгает и прыгает прыгает и прыгает что мне надо в этом случае делать может щит не может помочь да вроде нет красной атаки он не блочит если они ничего не путаю да интересно очень интересно вообще-то не очень интересно честно говоря и даже снял кого убил я не понимаете видео вот он прыгает прыгать дальше теперь он бьет вот он прыгает прыгнул вот вы понимаете у меня нету фреймов чтобы неуязвимости чтобы от него идти это странно они должны быть вот секунду я буквально пропускаю и все это ваншот да ну это борода какая-то блядь это не это не сложность это это я не знаю как это назвать это что сложно это как-то сломанно да ладно может может я что-то не знаю вот вот у меня нету нету фреймов неуязвимости и все это как не из-под этого идти идеально тайминг подбирать ноги и ладно не так я думал что начнется сегодняшняя серия господа и дамы не так на защит попробовать может действительно я могу щитом как-то вот если по нему был такой набор атак это другой разговор но у него не такой набор атак он может три раза подряд прыгать туда-сюда и у меня не хватает просто карты чтоб от него вот я нажал перекатная не успел видите да я просто не успеваю это жабы блять не умираем и он взбесился какая-то ерунда какая-то ерунда под одной звук или это какая-то ерунда какой-то бред или я счет не понимаю давай сменю бля я не могу менять оружие здесь да я что ты прекрасной игре не могу менять оружие то есть мне надо где-то определенное место вроде да чтоб оружие сменить если я ничего не путаю ну да у меня же нет никаких вкладок ну да стадок маленьких нет прыгает ну вот он прыгает да блять ну нахер я не знаю между погорить начинает 10 минут записи у меня горит жопа это тебе не dark souls сынок тут тайминги соблюдать надо видите я перекатываюсь в момент его прыжка и в этой игре нет неуязвимости момент переката не ну ладно это допустим в некоторых соус лайках тоже его нет но тут очень маленькое окно для прыжка очень маленькая потом прыгает дубины прыгает на меня бьет дубины потом прыгает вот он не прыгает о чем не делает прыгает на меня бьет дубины я не за меня за поговорить серьезно ребят царем я не понимаю эту игру ну ну как я тут уйду куда я тут уйду прыгну в жабу в мелкую не вариант там как там тем более край экрана прыгну на него не вариант он меня сплэшем убьет байтить его ну да вы посмотрите блять но куда у меня был вариант уйти никуда я не знаю мне кажется просто меня загоняют такой ситуации в которой выбраться один шанс или перекатываться пока да просто под ним вот сейчас куда я мог уйти куда я мог сейчас уйти если я прыгнул под него я бы все равно огреб от него потому что он бы на меня упал когда после прыжка и удара то есть тут нет возможности выйти ситуации тут или ты попал в угол или ты в него не пока сейчас прыжок удар прыжок и прыжок три прыжка и чем не надо делать удар от которого тоже не уйти кстати двойным перекатом валенном который у меня есть для чего в играх двойной перекат господа немножко лекций от горящего меня двойной перекат в играх вот есть просто отскок или прикат а есть двойной чтобы уходить из-под дальних атак из которых ты не можешь идти обычным перекатом но тут это так и работает там будет прыгать туда-сюда как сука вот я с ним один на один и все все он сплэш у меня убивает тупо сплэш вот под него я попытался перекатить да ну нахер не короче ребят забить я не собираюсь так долго душиться и не знаю напишите в комментарии господа и вот серьезно это не байт на комментарии это опрос скажем так можно не 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 можно а как на ваш взгляд это работает нормально или ненормально похоже я не могу сложность поменять о господи боже блять сложность поменять нельзя придется заново все записывать не надо короче заново начинать это не вариант это не вариант господа потому что если меня тут так души дальше общаться мы станем двигаться ну вот вот я был под ним буквально на сантиметр я от него отскочил и он меня убивает его можно убить и можно заучить и хотя бы нет мне кажется не звучит его прыжки у него все всего пара так пара видов атак несколько прыжков сейчас будет прыжок сейчас будет удар прыжок на месте на меня куда тут меня спасла анимация вы видите сколько я ему трачу одной атакой сколько метров одной атакой так нет господа я специально не буду вырезать вот этот кусок вот этот кусок который сейчас записал чтобы было понятно почему я начал заново вернемся когда я доберусь до этого места на сложности поменьше и так мы продолжаем господа и дамы это заняло некоторое количество времени чтобы до сюда добраться тут нельзя скипать не заставки не диалоги ничего все это заново прослушивать но тем не менее что хочу сказать по сложности очень большой разрыв между средней и тяжелой сложности средняя сложность что она из себя представляет что я успел увидеть пока до сюда добирался во-первых жабы бьют гораздо слабее они не сильно тоньше где-то буквально на пару ударов их надо меньше бить на 2-3 удары у них меньше хипов но бьют они тебя ощутимо слабее то есть это очень большая яма между средней и высокой сложностью я не знаю зачем так сделали но возможно для хардкорщиков но мне кажется это перегиб сейчас посмотрим как меня будут мудохать эти жабы на которых я застопорился на той сложности да и по поводу сложности в начале игры там же пишется нельзя сменить сложности об этом просто забыл так что сам виноват как говорится и не сделал мне в комментариях писали лумис зря 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 я конечно люблю под сложнее я любитель дарк соусов и всего такого но мне показалось что эта сложность ее можно юзать когда-то уже разок прошел игру когда ты понимаешь как в это играть а так это будет очень долго посмотрим что со мной сделают на средней сложности вот эти жабульки половина кипов вместо всех ровно получается в два раза слабее они меня бьют правильно он этим ударом выносил почти все хипы на меня удар бью его ненамного сильнее типов у него все равно еще до хрена то есть о чем я говорил что могут но половина кипов это дает мне право на жизнь что могут мы бы тут не намного тоньше стали со сменой сложности я просто дольше живу они конечно потоньше но не сильно вот а а и ну и как это дубенса мы убили убить этого главаря за было нелегко но очень приятно то есть видите разницу да я понимаю что это босс это не менее босс это полноценный босс и что он должен быть толстым но вот это вот разница о которой я говорю между средний и тяжелый она колоссальная то есть режет дамаг ровно наполовину это мне кажется очень много ну и жаба чуть толще становится все но мы его очень долго ковыряли стойкость против лягушек до чуть меньше защиты раза то стойкость против лягушек дают ну давай наверно пока с лягушками будем драться я ради интереса после записи этой серии зайду на youtube посмотрю на тяжелые сложности вот этот момент как люди проходят просто чтобы понимать потому что мне кажется что большая часть там зависит исключительно от удачи где-то оказался в нужной ситуации вот с той жабой если ты в углу это смерть если ты не в углу это не смерть но может там все тупо на скиле решается можете конечно не прав так а нам надо спасать братуху а по щитом смотри бежам более надо за него на прыгать да пошел матер видите жабы тут все равно довольно толстые его долго ковыряю это можешь конечно зависит оружие но на начале начальном этапе игры у меня не может быть какого-то топового оружия они просто по факту они мне меньше дамаж вот основное различие вилы больше веса больше дамага берем вилы тут пройти никуда нельзя до шапка шиповара хозяин или как где-то рядом я могу подобрать вот это обидно было у меня была анимация была я из этого не мог бить и вернуться позже него подручник убить он меня задушит так минус лучник это было близко все равно есть какая-то сложность в игре даже на средний сложность заключается в том что они насыпают много врагов и надо видеть за всем за стрелами лучника за прыжками этих жаб поэтому я не знаю как тут люди на тяжелом играют это просто мое почтение это какие-то мастера извращений и скилла но тем не менее остаюсь при своем мнении что очень большой разрыв и это крайне странно выглядит неплохой шлем бочки нашел нормально я погоди вес защита он уменьшает или увеличивает крысиную голову на это как-то жутко он уменьшает не не это хуже шлем оставь про запас а чай проверю получает он или меча что я путаюсь немного пока братуха привязан погоди 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 с братухой а я не могу туда попасть что ли ладно отдохнем пока братуха стоит а не могу надо было просто разбежаться так чтобы вода оружие и шлемов а нет он легче но он повышает мне защиту становится легче тот шлем который видел средний вот он лучше моего он легче по весу но у него больше защита все теперь я понял идет сначала не догнал как-то работает так и моя вилка да а у вилки можно внешний вид переключить нет нельзя ладно игра кстати нарисована вручную я тут вчера почитал про нее узнал что она ручной рисовки это прям вызывает мое почтение еще бы слова со сложностью проблем бы не было бы еще лучше но так а тут у нас что тут у нас какой-то стерп можно сделать советский союз ставил да можно просто серп не ну конечно мне за союз посмотреть как то выглядит ну-ка блин а он довольно довольно неплохо а если зажать ну там большую область конечно колющий на дамаг у него такой же если все правильно понял посмотрим он к мечам относится до дамаг у него такой же как у копий давай серпом походим посмотрим как то будет выглядеть братан здорово какая-то жаба забрала ключ от этого замка его брата шеф лиц били заковали в цепи оставили в качестве приманки это сделает тварь из болотного братства такие же вонючие как и место где они обитают так ну я понял братан погнали искать потом отдыхает а то есть они уже тут полноценно обосновались я смотрю да пора время пришло время это исправить их лидер ланс а лют был непобедим в бою и разил копьем не хуже героев легенд а еще он хранил весны ключ так это был прыжок под него лучше не прыгать в этот момент обмогу вызвал сука отцикла давай братан иди сюда под него не прыгать зачем я подниму прыгаю не знаю зачем и опять по нему прыгнул просто чертов гений ай вечер перестают битомным а ты ждала дохлая она дамага ему не наносит момент я понял лучники надо лучника забороть нет минус лучник ну кидрич с копьем теперь осащит давай братан он какой-то фрейм вдохнул он какой-то фрейм вдохнул жаба наркоман и и и и и и какой твердый ублюдок вам болотного братца был окончательно уничтожен но разве знал что это не последнего враг но не очень душный тип на самом деле и ключ для шефа и здоровенное копье дамага меньше весит столько же но она видать за длину роляю куда посмотрим сейчас меня место что очень стандартное копье кстати вроде длина у него такая же смысл в нем теряется честно говоря щит у которого меньше точнее больше я все путаю красное это больше зеленый лучше короче лучше защита вес такой же и свободен мой белый брат белый брат как-то позвать прозвучало странная минута что это белая крыса так отлично надо похавать я буду в замке лягушки болотного братца были мертвы и их вонь скоро выветрится и юный король и его брат смогу спокойно вернуться домой правда сначала надо убедиться что на дорогах нет этих мерзких тварей так отчетом по поводу копья то у него дамаг лучше да он весит столько же лучше я короче это я опять обосрался у него лучший дамаг а весит она столько же это копье то есть она лучше а щит расцветку поменять ему нельзя да да это средний щита у меня тяжелых щитов пока нет так дальше наше задание какое апрель то есть мне надо возвращаться я думаю у меня дальше надо идти нет ну ладно тогда пойдем назад сейчас только хилку рейджер сказал что сейчас рэджи в дороге понадобится не только меч он предложил королю свой лучший лук подарок от мильдии стрелковый вес давай время целиться не надо я могу бесконечно стрелять но это немножко странно ну ладно лучший лук рейджера представлял собой сущность и гнилую ветку с начальной веревкой на роджи был благодарен за то что ему не предложили второй после второй не совсем понял что о чем он говорит а у меня 15 стрел у меня не бесконечные стрелы я думаю бесконечные стрелы нет сверху там над хипами есть количество стрел окей она их пополняю эти дротики это стрелы я думал что это такое это стрелы это что за крысы шахтер они восстанавливают город старейшина начал размещать задание на деревенской доске объявлений было бы неплохо запустить лапу в казну этой старой крысы учитывая сколько средств необходимо для восстановления алой крепости черви в подвале фермерского дома фермеры сообщили о речи на деревне что в подвале их дома поселились черви эту проблему необходимо решить иначе фермер не смог спокойно работать это как крысы в подвале до стандартный квест мне надо за это две монеты и 10 каких-то там хреновен это побочки черви захватили весь подвал на ферме не дают хозяину спокойно выжимать жученый сок блин там не назад бежать серьезно по-другому как-то это нельзя было обыграть нет погнали я не знаю надо вернуться сейчас дима 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну где там фермер, где его крысы? Ну где его крысы, говорю, где его черви? Фермер в ужасе сбежал из подвала кишащего червями. Он боялся, что эти паразиты могут сломать его жука соковыжималку. Раньше заверил фермера, чтобы не допустит такого. Да. Отличная работа для короля, на самом деле. Просто великолепная работа для короля. А какой здоровый. Субтитры сделал DimaTorzok Ну это было не сложно, на самом деле. Не знаю, действует ли на них стрелы или нет. Они в хитиновом панцире, я думаю, их пробить. Сложноватые на червей, они не очень похожи. Скорее какие-то жуки. Вес лучше, защита хуже. Тогда оставляем на складе. Опа, а вот это интересно. Это защита от жуков дает, да? Нет защита от жаб, но общая защита и вес лучше. Плюс защита от жуков. Я вот просто не знаю, сейчас же у меня жабы будут встречаться или жуки. Хороший вопрос. Давай ставим про запас пока. Так, копье. Хуже дамажит, меньше весит. Нет, про запас. Черви перестали быть помехой, и фермер снова смог выжимать самый вкусный жучейный сок в королевстве. Реджи предпочитал этот сок с мякотью. То есть, смысл по бочке выполнить есть. За них отсыпают не только там пресловутый опыт, да? За них еще дают оружие и шмот, который, вот допустим, в защите от жуков дополнительный. Это неплохо. Продолжение следует... Так, тут я понимаю, больше заданий нет? Да. Так, а где там? Там он, да? Мне нужно обратно к себе в замок прыгнуть. Да. Погнали. Погнали в алую крепость. Привет. Теперь, когда на дороге длина хвостя у них осталось лягушек, строители могут приступить к ремонту моста Алой крепости. А тот самый мост, по которому я не мог пройти, да? Или нет? Да не тот самый мост. Это не тот самый мост, ну ладно. Суть и дело, это не меняет. Так, ну в крепости, я так понимаю, смысла пока возвращаться нет. Рецептов у меня нет. Если только еду похавать. Но тоже не вижу в этом особого смысла пока. Ага, все-таки мне жуков надо будет убивать. Чтобы не могли мост построить. Надо было жученную броню брать. Я не успел причитать, что там писали. Потому что немножко был занят. Теперь строителям ниши не помешают приступить к ремонту. Скоро Алая крепость снова сможет принимать гостей. То есть тут эти жуки, летающие, которых лучше сбивать, а потом уже лупить. Потому что они довольно больно лупят сами. Нужен ключ. Пока там у нас что. Там у нас мост. И мне надо возвращаться все-таки в крепость. Надеюсь, скоро я в порядок приведут. Выдели тут все, конечно, очень печально. Так, я король. Так, кузнецат сперли. Это вроде старейшина. Он, наверное, что-то знает. Брат шеф уже вернулся домой. Но кузнеца все еще не нашли. Шеф считает, что его тоже схватили лягушки. Может, старейшина что-то об этом знает. Так, а пойдем все-таки попробуем что-нибудь поесть. Это мне... Ага, попробовал, проверяй. Едай, как я понимаю, бафы дает. Крысы уже начали восстанавливать деревню. Скоро от последствий лягушачьего набега не останется и стыда. Это приятно. Молодцы. Да, тут все уже выглядит посвежее, поприличней. Так, что такое одноглазый крыс? Выздоровевший капитан стражи всем рассказал о том, что король спас старейшину. Благодарны жители деревни решили помочь с восстановлением крысиной крепости. Это приятно. Я думаю, никто не против, что я порубочек тут разломал. Все-таки давайте сменим броню пока на жучиную. Раз там жуки, как выяснилось, обосновались. Обосновались. Немножко жучиного сока. Так, старейшина. Так, старейшина. Он живет на своей заставе. На этот раз Реджи не повезло. Старейшина не видел среди лягушек пленного кузнеца. Но, может быть, бдительные охотники заметили, куда ушли лягушки. Юный Робин направился в сторожку рейнджеров. Пожалуй, стоит расспросить их. Но я практически правильно все перевел, скажем так, с довольно... Это была вольная интерпретация того, что он сказал. Плюс-минус, я думаю, мы уловили. Суть. Так, и мне надо вон туда. Надо еще раз проверить. Квесты появляются здесь только... Да, только когда тут метка появляется на карте. Чтобы я постоянно просто это не тыкал. Дело. Куда это все бегут? Что случилось? Жуки! Милорд! Жуки напали на мельницу. Опять? Гниющие трупы всегда привлекают паразитов. Если черви распалутся за пределы фермы, они скоро будут везде. Понятно. Яйца. Жуки напали на яйца. Ай. Ай. Блин, больно. Ай. Эти жуки душат не хуже жат. Я вам скажу, даже посильнее. Они летают, так еще надо сбивать, уклоняться. А бьют они довольно больно. Ну, хотя бы стрелы я с них восстанавливаю. Еще немного напрягает, что нельзя лут разным забрать. Приходится каждой кучке подходить. Это тоже такое себе. Так, тут еще яйца. Ну, понятно, что это яйца. Хватит их постоянно рассматривать. Ну. Ай. 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 Продолжение следует... Так, а на ферму у меня есть смысл выходить? Я просто не знаю, где эти жуки. Они по всей ферме? Тут уже нормально. Тут расчленяют других носок. Тут спокойно. Ага, жабы ушли туда. Добраться до земель рейнджера будет нелегко. Да я понимаю, и я наверх попасть не могу. Ой, через канализацию. Ой-ой-ой. Канализация. Крыс уже давно не жили в ней. С тех пор, как предки юного короля увели их из этих мест. Интересно, да? Намекаю, что крыса раньше жили в канализации, но потом, типа, они эволюционировали, скажем так, да? И поняли, что, типа, какого хрена? Канализация? Серьезно? Мы лучше этого. Мы выше этого. Так, тут можно стрелы подобрать, да, я так понимаю. Да. И мне надо туда наверх, но тут есть путь вниз. Потерянный мишка. Этого плюшевого мишку потеряли. Возможно, какой-нибудь крысенок сейчас его лихорадочный ищет. Блин, здоровая локация. Давайте кусочек ее исследуем, я думаю, и будем заканчивать. Если я вообще смогу тут что-то исследовать, может, тут где-то путь закрыт будет? Так, это тоже возможно. Так, тут уровни. Я бы как-нибудь по-другому спустился, там вроде была лестница. Вот и ваншоты подъехали, господа. Понимаю. Ладно, пойдем. Попытка номер. Ну ладно, может, не ваншот? У меня просто чуть-чуть хипов не хватало. Ну это было интересно. А я еще себя немножко подамажил. Ну, довольно быстро сдохло, но бьет больно. И что мы тут можем получить? Или пока ничего. Похоже, тут уже какое-то сильное оружие, да? У меня пока сильного оружия нет. Вручного я имею в виду. То есть тут для нас путь пока закрыт, к сожалению. Ладно, уходим. Я забываю убирать оружие, без оружия он бежит быстрее, гораздо чем с оружием в руках. Значит, у нас дорога только одна туда, да? Ну ладно, пойдем. Это было больно. А вон там жабы ходят на заднем плане. Так, тут у нас куда есть проход вниз, есть проход наверх. Но я, конечно, пойду вниз сначала, посмотрю, что там. А внизу у нас переход... А, я туда попасть не мог. Так это вот это здоровая муха, не тут мне она, это другая здоровая муха. Так, а лук я с ней не подберу. Там переход на новую локацию, к сожалению. Опа, а тут сейф. Любопытно. Разом бы все собрать это, но не получается. Приходится вот этим вот заниматься. Хотя в участке несколько штук я подобрал. Тоже странно. Но опять же, я не пройду. Мне нужно оружие нормальное. Для этого дела. Но запомним, запомним, проход так, там какие-то ядовитые тоннели, возможно, я там... Блин, они спавнятся, серьезно. В ядовитых тоннелях, я думаю, я сейчас тоже не пройду. Там нужно, наверное, какая-нибудь защита будет. Дайте посмотрим. Ох, ё-моё, вы что такие огромные, ребята? Понял. Не выпендриваюсь. Я думаю, у вас лучше звука расстрелить, наверное. Блин, ты душный, ребята. Ой. Да ё-ка-твои налево, как так-то? Я ж... Начинается, начинается она в карнавал. Блядь. Ловлю, ловлю. Но. Все равно я их раскидал. И что я от этого получаю? Ничего? Похоже, ничего. Так, господа, прервемся на секунду, сейчас вернусь. Продолжаем. Это мне ничего не дало практически, да? Доступ к тоннелю, которому, скорее всего, проход невозможен в данный момент, я думаю. Потому что, да, вот видите? Какая-то ядовитая хрень. Проблемы с трубами. Да, 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 блин, меня сразу... Сразу меня закумаривало. Эль. Ладно. Я хотя бы знаю, что... Туда мне пока... Дорога закрыта, пойдем быстренько наверх, тогда сбегаем. Дорога закрыта, пойдем. А тут можно по потолку лазить, да. Тут есть еще куда-то проход. И не посмотреть я его, конечно же, не могу. Субтитры подогнал. опять в ядовитую эту хрень очень опасно прыгнул пока тут кто нас ждет здоровая муха но из них мы хотя бы восстанавливаем себе немного хилки заметил мы же изученный сок пьем понятно там смерть из них мы как раз этот сок и выжимаем немного сейчас опа-опа и хилка пополнилась причем на фул надо взять привычку убирать оружие потому что с оружием он очень медленно бегает рейджер нужна была помощь рейджер надеялся что его лох не сломается короче там помощь но и расставляем вам его тупо расстреляли нормально так ну что а там была какая-то нычка дальше я же видел только нам стоит вернуться это берсерки жабы минус минус хорошо так мне надо вот сюда но там внизу какие-то жуки еще бегают минус жуки защиты больше вес тоже потяжелее тащит есть такой есть такой давай ах ё-моё серьезно блин не если добавить попасть пока не могу без тяжелого оружия печаль надо запомнить место там просто лут какой-то сверкал когда мы рейджер первый раз увидели при входе в канализацию значит туда надо вернуться там что-то должно быть интересное и чё гад делаешь ай понял так а тут нужен ключ на так дом рейджеров закрыт на ключ а ключ и стерла жаба наверно какая-то или ты откроешься не он открыл одноручный топор весит меньше бьет сильнее первый топор кстати таких топоров у нас не было было так были только жить у меня были только мечи и копия но у него замах подольше он хоть одноручный и он покороче то есть дамаг вес меньше дамаг точнее больше вес меньше но и размер топорика тоже такой здорово лучше моего братуху кузнеца куда-то утащили жабы и ничего не видел да 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 кузнец точно точно помню его жабы сперли свою башню жабью или понадобится топор иди наверх старший рейджер видел как кузнеца утащили в башню лягушки из клана зубных злодеев зыбунных злодеев они не успели забригадирить поступать с такой преградой становится справиться только тяжелый двуличный топор ага вот и тяжелый двуручный топор подъехал очень мин опор выдаст то есть и мы с помощью топора можем пробивать вот эти деревяшки где-то по тяжелый двуличный топор а вот он над камином достань его из правого кармана их обнасти до топор а из левого кармана достанет щит и обычный топор красавчик да я знаю спасибо медаль кидали тогда делаем так значит господа пью наполняю сейчас пойдем ту штучку заберем мы будем заканчивать с не появились нет кости появились а когда я юзаю двуручное оружие у меня нет счета до соответственно не погоди а как а вот а я могу не переключаться даже смотрите я просто жму r1 r2 без приключений так ну погнали там еще внизу в канализации был закрытый проход это потом мне надо сейчас забрать нычку и все ну-ка ой хорош нормально прорубили так тут погибший крыс у него щит вот такой себе щит честно говоря вес поменьше защита хуже я пока не понимаю как вес влияет тут вроде я передвигаюсь медленнее в бою но это особо особо меня не душит потому что прыжки и перекаты скорость остается прежней так ну что господа и дамы давайте заканчивать наш путь идет дальше джабью башню где держит нашего брата кузнеца также нам надо вернуться канализацию и там прорубить себе проход такие планы на следующую серию на этом давайте на сегодня заканчивать спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если еще не подписаны пишите комментарии пишите советы если вдруг есть по игре все читаю с удовольствием на все отвечаю что думаете по поводу сложности всего того что я сказал по поводу смены сложности пишите короче с удовольствием почитаю господа и дамы ставьте лайки это привлекает на канал новых любителей нормальной сложности и продвигает видео подписывайтесь на контакт руту там я выкладываю все то же самое плюс твич туда этот стрим из ютуба инфа по стримам выходит сообществе на ютубе группе вконтакте в дискорде дискорд залетайте ссылка в описании то вы можете предложить игру на прохождение или стрим общаться с другими зрителями у дискорде есть бот который будет кидать оповещалки выходе новых видео на канале и также в дискорде оперативно публикуются все новости связанные с изменениями на канале ссылку в описании всех жду на этом все всем еще раз спасибо но самое главное помните хорошая сложность это когда сложно а никогда душно всем спасибо всем счастливо